Разберем задачу номер восемь. Подарки. В ряд выложено n подарков, и для каждого подарка известна его ценность. Соответственно, a1, a2 и так далее, a n. При этом ценность подарков может быть и отрицательной. То есть эта величина, она по условию от минус 10 девятый до 10 девятый. Из этих подарков можно выбрать некоторый отрезок подряд идущих подарков. То есть если у нас есть массив подарков, можно выбрать любой отрезок подряд идущих подарков. И мы получим все подарки, которые лежат на этом отрезке, но за небольшим исключением. Подарки, которые в этом отрезке, среди них берется k самых лучших, k максимальных по значению a и t, и удаляются. То есть, на самом деле, следуя легенде задачи, там мальчик передает их своей сестре. k лучших мы удаляем. И сколько мы удалили k лучших, остальные остаются у нас. Наша цель выбрать такой отрезок, чтобы сумма была как можно больше. Ну смотрите, если бы все числа были не отрицательными, то логично, что мы могли бы выбрать все подарки просто. Ну какая разница, уж какие-то отдадим, но хотя бы не отрицательные нам достанутся. То есть, основная проблема здесь в отрицательных подарках. Если есть подарки с отрицательным значением, то они в сумму это дают отрицательный вклад и могут быть невыгодны. Может быть невыгодно вообще ничего брать. Так, ну давайте смотреть. Во-первых, по условиям там можно выбрать любой отрезок по длине. В частности, если мы выберем отрезок, который содержит ровно k элементов нашего массива, то все их мы отдадим. Останется ноль подарков с суммарной ценностью ноль. Поэтому ответ, он всегда не отрицательный, то есть ответ больше либо равен нуля. Есть на самом деле два принципиальных случая. k равно нулю и k больше нуля. k равно нулю отдельно рассматривается в подзадаче 8. Давайте эту... Ой, в подзадаче 4, прошу прощения, на 8 баллов. Давайте эту подзадачу обсудим. Значит, k равное нулю. В k равном нулю никакие подарки не удаляются. То есть, нам нужно просто найти отрезок с максимальной суммой. Ну давайте смотреть. Вот пусть мы выбрали подарки с L2 по R2 включительно. Тогда какую ценность суммарного подарка получим? АЛ плюс АЛ плюс 1 плюс и так далее плюс АЛ. Ну давайте это распишем так. Значит, давайте это распишем как сумма с первого подарка по R2 минус сумма с первого подарка по L минус 1. Ну, с первого подарка по 0 будем считать 0. Вот. Тогда, если мы вот так это переписали, то теперь понятно следующее, что нам нужно найти вот эти префиксные суммы и выбрать пару такую, что их разность максимальна. Ну давайте перебирать R. Тогда, если мы зафиксировали R, то сумма с первого по R2 она максимально... Ну, фиксируя она. А сумма с первого по L минус 1, ее можно взять любую, мы хотим ее вычитать, поэтому ее нужно выбрать минимальную. То есть, мы поддерживаем минимальную сумму уже рассмотренных префиксов и текущую префиксную сумму. Из текущей префиксной суммы мы читаем минимальную, это вариант ответа. Если, соответственно, мы все такие варианты рассмотрим, то из них надо выбрать максимальную. То есть, перебираем R, а в качестве L берем такое значение, чтобы вот эта сумма была минимальна. Так, ну, таким образом мы решили с вами подзадачу 4 и умеем решать задачу, когда K равно 0. Теперь пусть K больше 0, то есть, хотя бы один подарок придется отдать. Ну, тут ключевым на пути к нашему решению является подзадача 5, который K равно 1. Итак, мы хотим найти в нашем массиве отрезок, у которого, если выкинуть максимальный элемент, то сумма будет как можно больше. Давайте посмотрим. Вот он у нас наш массив. Вот давайте этот максимальный элемент на отрезке зафиксируем. Тогда вот как он будет выглядеть? Вот где-то, предположим, мы зафиксировали, что вот этот элемент конкретной it будет максимальным. Вот он будет выкинут из нашего отрезка. Тогда, кроме него, что нужно взять? Во-первых, есть элементы, которые больше, чем этот максимальный. Ну, вот где-то они на нашем массиве есть. Мы не можем взять отрезок, который захватывает хотя бы один элемент больше нашего. Потому что если мы такой отрезок возьмем, то будет неправильно. Вот если мы возьмем отрезок, который захватывает элемент, который больше нашего, то на самом деле это будет неправильный ответ. Мы выкинем не этот элемент из него, а вот этот. Таким образом, вот у нас определился отрезок нашего массива, из которого мы собираемся вырезать ответ. Вот этот аитый элемент мы точно берем. А еще можем взять какие-то слева, какие-то справа. Какие слева и справа нам взять? Ну, логично. Смотрите, часть слева и часть справа, они независимы. Поэтому логично вот на этом фрагменте и на этом фрагменте взять максимальную возможную сумму. То есть мы хотим здесь найти максимальный суффикс. А вот здесь найти максимальный префикс. Среди тех элементов, еще раз, которые не превышают вот этого аитого. То есть вот эти вот элементы, которые синим цветом у нас отмечены, это такие стоп-элементы. Дальше них мы не можем пойти. То есть у нас точно вот на этом фрагменте от ближайшего слева большего до нашего нам надо взять максимальный префикс. На ближайшем справа максимальный суффикс, прошу прощения. А здесь до ближайшего справа большего взять максимальный префикс. При этом, может быть, эти суффиксы, префиксы, соответственно, могут быть и пустыми. То есть, если там, например, все элементы отрицательные в соответствующем фрагменте, то просто пустой элемент. Хорошо, как теперь нам это делать? Смотрите, давайте делать так. Давайте, вот как нам добиться вот такого эффекта, чтобы нам не выходить за границы больших элементов? Давайте рассматривать элементы в порядке возрастания. Вот вначале у нас все элементы запрещены. То есть, все элементы у нас, ну, в терминологии предыдущей картинки, синие. После этого мы рассматриваем элементы по возрастанию. Вот у нас есть незапрещенный элемент. Они образуют отрезки. Ну, давайте считать, что эти отрезки вначале, они все, их n, и они нулевой длины, как бы, между. Даже n плюс 1. Перед первым элементом, между первым и вторым, между вторым и третьим, между третьим и четвертым, и так далее. Между n минус первым и n, после n. Вот такие вот отрезки нулевой длины. Вначале тоже есть. После этого общий случай такой. Вот у нас есть разберение такое на отрезки. Отрезки уже, возможно, не нулевой длины. То есть, какие-то есть. Они ограничены слева и справа. Каждый отрезок ограничен либо концом нашего массива, либо еще запрещенным элементом. Вот если два запрещенных рядом, то наш отрезок имеет, значит, длину ноль. Шаг наш заключается в том, что мы по возрастанию рассматриваем элементы нашего массива и очередной элемент отменяем его запрещение. То есть, вот раз, вот этот, допустим, элемент, это следующий по возрастанию мы берем. И он теперь не запрещен. Тогда, поскольку мы элементы рассматриваем по возрастанию, то все слева и справа, вот в этих двух отрезках, они тоже не запрещены. И тогда вот этот элемент, это будет как раз сейчас, если мы возьмем отрезок, содержащий этот элемент, вот этот элемент будет максимальным, мы тогда здесь должны взять максимальный префикс, здесь взять максимальный префикс, здесь взять максимальный префикс. Тогда для каждого отрезка в нашем, этих незапрещенных элементах следующих подряд, давайте хранить максимальный префикс и максимальный суффикс. Мы же не знаем, слева, справа, мы к ним присоединимся. Итак, для каждого незапрещенного отрезка храним позицию начала, позицию конца можно хранить, максимальный префикс и максимальный суффикс. Вот такие данные мы храним про каждый отрезок. А сами эти отрезки, ну вот смотрите, какая задача нам надо решать. Вот мы рассматриваем по возрастанию наши эти элементы массива, и мы очередной элемент берем и сейчас его перестаем запрещать. Сначала нам нужно найти первый перед ним, следующий после него, их проанализировать, взять старт-энд, максимальный префикс, максимальный суффикс, учесть, прорелаксировать наш глобальный ответ вот собственно максимальным префиксом плюс максимальным суффиксом. А это я пока не прибавляю, потому что оно максимально будет выкинуто. И после этого эти два отрезка и вот этот надо объединить элемент, надо объединить новый отрезок. Давайте хранить вот эти все отрезки в структуре данных, собственно, std-set. Где ключ, это, ну например, старт. Тогда предыдущий, следующий отрезок, ну просто делается с помощью запроса lower bound и upper bound, соответственно, в нашем вот этом std-setting. Ну а дальше максимальный префикс, максимальный суффикс позволяет нам узнать, чем прорелаксировать ответ. И осталось нам последнее действие сделать, это объединить два отрезка. Так, вот у нас был отрезок, и между ними был вот этот элемент, который сейчас мы новый добавили. Х, допустим, увеличено. Тогда что произойдет, когда мы эти два отрезка добавляем, сливаем? Ну, во-первых, их надо оба удалить из std-set. Дальше, старт нового отрезка, это, понятно, это был первый отрезок. Старт нового отрезка, это старт один. Конец нового отрезка, это end два. Тут все понятно, это первый, это второй. А что происходит с нашим максимальным префиксом и максимальным суффиксом? Как у нашего этого объединенного отрезка устроен максимальный префикс? Ну, тут, возможно, два варианта. Либо он не содержит вот этот новый добавленный элемент, тогда логично, это максимальный префикс просто первого префикса. Либо он содержит этот элемент, тогда у нас весь, нужно взять первый отрезок, сумму элементов на нем, плюс вот этот элемент наш x. Ну, сумму можно, в принципе, хранить, либо, зная начало и конец с помощью префиксных сумм в исходном массиве, просто считать эту сумму, ну, дать сумму просто хранить тоже. Тогда будет сумма 1 плюс x плюс max преф 2. Из этих двух величин надо взять максимум, это будет максимальный префикс для нашего нового отрезка. Ну, а максимальный суффикс по аналогичной форме не считаем. Ну, и сумма логичная, это сумма 1 плюс сумма 2 плюс x. Так, ну хорошо, вот мы тем самым добавляем, давайте еще раз вместе, рассматриваем по возрастанию элементы, находим отрезок слева и отрезок справа с помощью запросов в сете, дальше релаксируем ответ максимальным суффиксом предыдущего отрезка, плюс максимальный префикс следующего, обратить внимание, они могут быть пустые, да, длины 0, ну, тогда у них, понятное дело, максимальный суффикс и максимальный префикс 0. После этого мы их удаляем из сета, объединяем, старт и финиш понятно, как пересчитать, сумму понятно, как пересчитать, максимальный суффикс понятно, как пересчитать, кладем обратно. Так по очереди все элементы обработаем, мы при этом все, соответственно, наши отрезки и потенциальные обработаем. Вот такое решение пятой подзадачи. Пятая подзадача на самом деле ключ к победе над этой задачей целиком, потому что теперь у нас аналогичная картина, но только не один элемент мы удаляем, а к лучших. Ну, давайте смотреть на эту ситуацию снова. Значит, вот мы берем какой-то отрезок и удаляем из него к лучших. Давайте среди этих к лучших посмотрим на самый меньший из них, то есть вот к самых больших мы удаляем, давайте посмотрим на самый маленький из этих к. Вот, предположим, он где-то там находится. Вот он. Так, среди того, что осталось, среди того, что осталось, у нас нету элементов, которые больше него, но вместе с ним удалилось еще к минус один элемент, который больше него. Вот давайте то же самое делать, по возрастанию мы добавляем, в этой терминологии у нас есть запрещенные элементы, но только теперь их не ноль осталось на нашем отрезке, а их к минус один осталось на нашем отрезке. То есть вот запрещенные элементы есть. И вот, например, пусть к равно, скажем, 3. Тогда вот этот элемент, который мы сейчас рассматриваем, этот элемент один из удаленных и еще два. Как это может выглядеть? Ну вот, допустим, вот такая картина. В синем отмечены запрещенные элементы, а к равно 3. Тогда либо у нас оставшиеся два, к минус один осталось, да, два, оба слева. Тогда вот эти два должны быть удалены, форсированы. И наш отрезок, он, начало имеем где-то вот здесь, на этом отрезке, а конец где-то здесь. Это вариант номер один. Ну хорошо, как же установлен этот отрезок? Ну понятно, на самом деле как. У него вот здесь надо взять максимальный суффикс, ой, максимальный перификс, как вы раньше делали. Вот здесь надо взять максимальный суффикс, ну а эти надо взять целиком. Ну хорошо, но не факт, что именно так выглядит картинка. То есть может так быть, что мы не слева возьмем два запрещенных элемента, например, слева один, справа один. Ну давайте посмотрим, как тогда будет. Тот же самый массив рисуем. Так, тот же самый массив рисую. Теперь слева я беру один запрещенный элемент, справа один запрещенный элемент, свой отрезок. Тогда у меня начало здесь, этот целиком беру, этот целиком беру и конец здесь. Ну и третий вариант, это когда я беру справа два. В общем случае у нас получается к вариантов. То есть мы можем, вот сейчас карману трём, у нас три варианта. Слева два, справа ноль, слева один, справа один. Ну и вот тут не изображено, аналогичное слева ноль, справа два. Я могу точно так же сделать для произвольного k. Слева, перебирая, сколько я возьму слева, сколько справа, будет k вариантов. Окей, как теперь это реализовать? Ну вот давайте идём по возрастанию наших элементов. Вот берём очередной элемент, соответственно, по возрастанию. И теперь мы должны отмерить слева, сколько-то справа, сколько. Ну давайте отмерим, начнём вот с этой картины. Слева отмеряем k, минус один запрещённый элемент, то есть k отрезков первый, второй k. В k берём максимальный суффикс, в остальных берём сумму и в следующем берём максимальный префикс. Релаксируем этим значением ответ. Теперь сдвигаемся, как сдвинуться. Из ответа вычитаем сумму на вот этом отрезке, вычитаем вот этот максимальный суффикс, который у нас был, вместо него добавляем вот этот максимальный суффикс, добавляем вот эту сумму и вот этот максимальный префикс. Этот максимальный префикс выкидываем. Ну то есть у нас при сдвиге сумма меняется на o от единицы слагаемых. Перемещаемся ещё к следующему, это этот максимальный суффикс удалится, вместо этой суммы возьмётся здесь максимальный суффикс, эта сумма останется, вместо этого максимального префикса возьмется сумма, и здесь дальше возьмется максимальный префикс. Ну вот, например, здесь в конкретном этом примере расстояние 0, для 0 у него, понятно, максимальный префикс будет 0. Вот так мы делаем. Давайте оценим время работы этого решения. Во-первых, у нас есть вот этот std-set по-прежнему и сортировка, это все nlogat. А поверх этого у нас теперь есть вот еще вот этот проход. Как нам этот проход осуществить? Давайте мы вот эти вот отрезки наши разрешенных элементов, помимо std-set, будем еще хранить в связанном списке. Тогда переход к следующему, к предыдущему, он достаточно легко делается. Можно в std-set для этого под задачей 6 предназначено, или в дереве отрезков. Если вот мы храним их в какой-то структуре данных, которые за логарифмом, и бегаем туда-сюда, то это тоже возможно. Это будет у нас под задачей 6, n не больше 80 тысяч, будет решать. Ну а если мы будем в связанном списке хранить, то тогда мы бегаем за единицу вправо-влево, соответственно пробегаем сюда за k и дальше сдвигаемся вперед за k. Соответственно у нас k действий, n элементов добавляем, всего это дает слагаемое nk. Ну и удаление, добавление в связанный список, в том числе из середины. Вот здесь нам что надо сделать? Из середины удалить элементы, 2 штуки вместо них, вставить новый, вот наш объединенный отрезок. Это тоже nk, ну и n логен для сета. Это за единицу делается в связанном списке, за n логен для сета. Итого асимптотика вот такая. Ну не придумав часть этих решений, можно либо пройти штуку под задачей, он не больше 80 тысяч, там где не требуется связанный список, можно вместо этого использовать dset или... Тогда тут nk логен получается. Ну а если вообще логарифмическую структуру не придумать и как-то по-другому действовать вот эти вот, пытаться обобщить идею для k равного нулю, перебирать правую и левую границу, как двумя указателями двигаться, то можно там за квадрат, за квадрат логен, за куб, решать, соответственно пройти первые три подзадачки и частичный балл набрать. Ну вот такая вот идея решения задачи номер 8. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!